Сегодня 22 апреля 2023 года. В Торонто приезжает Вася Обломов. И сегодня мы идем на его выступление. Уроженец Ростова-на-Дону. Я, кстати, не знал, что ему 39 лет уже. Я всегда думал, что ему 20 чем-то. Особенно после его песни «Еду в Магадан». Но мы хотим послушать и посмотреть его вживую. Поблагодарить его за гражданскую позицию. Как вы знаете, он, в общем-то, оппозиционер. И в надежде, может быть, автограф взять, что-то еще. Надеюсь, что будет, возможно, какая-то съемка. Хорошо? Все. Пожелайте удачи. Привет, Торонто! На самом деле, гораздо неожиданно и для меня было неделю назад сказать «Привет, Винни-Бек». Но это тоже было. Я предполагаю, немножко предполагаю, что вы все надаете себе отчет, куда вы пришли и кто я такой. В противном случае не очень понятно, зачем сюда приходить. Но я немножко вам расскажу, что вас сегодня ждет. Сегодня вас ждет вечер с Васей Адломовым. Я спою некоторое количество своих песен. Я обладатель песни года и других песен, как вы знаете. И, значит, часть из них будет. У меня есть трек-лист, чтобы я ничего не забыл. Потому что в некоторых городах я забываю исполнять или иные песни. Я помню, в Гамбурге я сыграл на две песни меньше. Все было хорошо, всем понравилось. Потом я смотрю, думаю, ой, ё, я же это не спел. Жалко как бы, да? Поэтому я пытаюсь ничего не забыть. И я спою вам веселые песни, жизнерадостные, грустные, печальные. Идиотские песни Вася Адломова. Что это, те песни, за которые мне больше всего платят? Ладно. У них песен грустные. Они говорили, у тебя грустные песни, печальные, депрессивные. Тебе нужно писать веселые песни, разухабистые и так далее. И вот был случай, я помню, я это слушал, берег на всю свою карьеру я это слушал. Даже, мне кажется, когда в 15 лет я первую песню написал, мне сказали, мальчик, что это у тебя грустные песни. Короче, это не важно. И в какой-то момент я записал очередной альбом Вася Адломова, и я пришел к другу, решил показать ему песни, дал послушать. Он послушал и говорит, ну вот, все опять то же самое, опять все грустно, опять депрессивно, безысходно. Говорит, я говорю, а что ты хочешь? Он говорит, я хочу, чтобы ты писал веселые песни, жизнерадостные песни, от которых душа раскрывается, жить хочется от которых, да, людям, чтобы это добро они несли. Ну, типа, как еду в Магадан. Я говорю, ну, еду в Магадан, вообще-то грустная песня. Он говорит, ну, как бы да, но как бы нет, ты же понимаешь, о чем я говорю. Ну, я говорю, я примерно понял. Я пришел домой, думаю, надо же как-то в вдохновение, значит, найти. Открыл интернет. Где мы сейчас ищем все вдохновения? Открываю интернет. Это там, по счастливой случайности, российская власть в очередной раз себя хвалила. Ну, выделила деньги и хвалила себя в интернете с помощью ботов. И они запустили такой идиотский совершенно хэштег. Было написано, жизнь налаживается. Я говорю, вот, хороший вариант. Очень мне понравилось. Возможно, это единственное положительное, что было в этом их поступке, что я писю написал. Я написал песню. И вы знаете, дело же в контексте. Потому что если предположить, что эту песню будет исполнять Олег Газванов, например, то ее можно петь и на Первом канале, и на Втором канале, и на Красной площади, и на День России, и воссоединении с Крымом. Везде вообще можно петь эту песню. Я проверял. Я как-то к другу пришел и говорю, слушай, вот песня такая есть. И пою ему там вот это Россия, Россия. Вот у него вот это такая. Чем выше давление, тем блинче бетон. Он говорит, ой, какая смешная песня, прикольно. Я говорю, что смешная, это серьезная песня, и у Газванов поет. Он говорит, да, тогда говно страшно. Дело в контексте. Песня, как мы любим, в ля-миноре. Кто-нибудь есть с музыкальным образованием? Скажите, я их не знаю, не любите. Поднимите руку. Одну. В рублях убьет зарплата, И до панели, тройка и кон. Вонючий сын из страны НАТО, Вновь был импортазовещен. Я летом поеду на дачу, И, может быть, даже в Крым. Я работаю, и я не плачу, И я такой не один. И вот оказывается, Жизнь налаживается, Который был все без конца. Жизнь налаживается, И вот оказывается, Жизнь налаживается, Который был все без конца. Жизнь налаживается. Жизнь налаживается. Я во внутренней эмигранции, На работе сидел в углу, Всех камень из офиса вошла. Я уже вопросил с утра, Ни о чем у меня не спрашивать. Я уехал, и вам пора. В базы данных проектных акций Я не здесь хоть переношу. Я во внутренней эмигранции, Я за мной подбежу. Василий, а вы будете возвращаться в Россию? Я не знаю. У меня нет на этот счет ответа. Но я люблю свой дом и свою родину. И случилась страшная беда. Я не знаю, просто дело в том, Что здесь, в Канаде, Вы все уехали не так, я думаю, Не так скоро, не так недавно. Недавно. Недавно? Добро пожаловать в клуб. Обычно я даже на концертах говорю людям, Что я, в общем-то, желаю, Чтобы дорога у нас в жизни была Ясной, прямой, И в конечном итоге приводила к дому. Кто бы что под этим не имел. Я, примерно, да, скажу. На дверенице спящих сел По небесам летит томограф И туалет для сельских школ А рядом с ним, с любущим звуком Слетают десять раз подряд Бюджет на космос и науку Надбавки, пенсии и зарплат В огне проносятся над лесом И сносят школу, дом и ТЭЦ В национальных интересах Настолько важных, что пиздец АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Помог приятелю устроиться на работу Хороший Желся на трассе и подвез до горького Женщину с ребенком и без всякого повода Дотянул до бруси и до заплатки чужой машины У нее бросился бензин и спустили шею Подарил жене цветы и плясам в последней неделе На Новый год в кругу семьи выпивали дружно ели Помог потом своей бабушке в поисках потерявшейся броши Все потому, что человек хороший Все потому, что человек хороший Жизнь не справедливо и закончится все равно Что бы так ни показывали, ни рассказывали В кино, и даже если черных полос не окажется действительно больше Важно, что кто-то из нас человек хороший Я никогда не говорю на бис Потому, что на бис это все всегда какой-то стыд Я могу вам рассказать, как это выглядит со стороны артиста Я видел много раз, артист заканчивает концерт Я такой гибахаха, все-все-все-доброе Уходится с сцена, что там за сцена его ждет? Он говорит, тьма, грязь, говно, ведра, тряпки, швабры, пыль И даже если ты в липке коров в золотих перьях Все равно в кому-нибудь ДК в Тамбове ты стоишь в этом говне В темноте и качаешь перьями ждешь Пять минут, десять минут ждет Ну и идут домой, в гардеробку И его никто не зовет Он возвращается на сцену и уходящим вдаль Людям продолжается и песня еще сорок минут Я несколько, не пропели по Гергорову сейчас говорю А я видел больших артистов, которые так делали Я смотрел, думал, кому ты понешь? Все уже почти ушли Но так делают Поэтому я просто всегда честно спрашиваю Вы хотите еще одну песню? Да Да или нет? Да Еще раз Еще две А, это слово две Я подумал, нет, думаю, как интересно Демократия вниз Я-то, в принципе, не против Про Виннипек Про Виннипек Да тут, в принципе, много было про Виннипек Хороший город, на самом деле Ладно вам, мне на самом деле понравилось там Там есть музей Это он в Виннипек Да, они так пели Я просил их про Магадан И они почему-то пели про Виннипек Церковь, может, потому что Мне сказали, что в этой церкви работал дядька Который в итоге стал мэром Виннипека То есть там вообще абсолютно исторические события происходили Ладно, какую песню вы хотите, чтобы я спел? Давайте Так Поганенький у нас народ Вы вчера не были на концерте? Нет Где это был? В Батаре Если мы сейчас не поют, потому что там Путин упоминается, а он мне не нравится И петь в итоге погибло Так 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 Которую я запланировал Я очень рад Я хотел перед тем, как я буду петь Я не знаю, мы еще встретимся или нет Я хотел сфотографировать вас на память Можно, пожалуйста? Я хотел бы Поднимите руки вверх Поднимите руки вверх И сделайте вид, что вам понравилось А теперь я бы хотел, чтобы вы покричали Сделали вид, что вам очень понравилось Давайте Без тебя Молодцы Это борос Боро Боро П о régном П Bevölkerи Это борока Прайс Примерно так и снимают всю подставную херню на одеченном телевизорке. Я помню, я приехал ночью, когда там мы снимали, в какой-то передаче меня снимали, еще когда можно было, и там люди, значит, меня снимали в 3 часа ночи, там люди, они реально спали на этих, там, где они хлопают все. Я говорю, бедные люди, и у меня ведущий тогда интервейс на 1 канале говорит, нам на них плевать. Я говорю, зачем же ты так говоришь, они же могут услышать, ну и плевать. Я говорю, а как вообще с ними работать, ну, 3 часа ночи люди там сидят, зомби. Он говорит, смотри, нажимает на кнопку, там вот закрывается надпись «Аплодисменты», и они такие сразу, чик-чик-чик. Они даже не смотрят, я говорю. Я помню, когда съемки закончились, там бабка какая-то шла с внучкой, и говорит, весь день просидели какую-то херню, смотрели, 500 рублей заплатили, ужасно. Я помню, такие жаловались, но они ходят, продолжают. Ладно. Сейчас я исполню песню, которую я хотел исполнить. Дело в том, что последняя песня, которая всегда очень важна. Всегда. Несмотря на то, что вы просите разные песни. Потому что это та мысль, с которой ты оставляешь зрителя наедине. Это то, с чем люди уходят домой. Это всегда очень важно. Что бы ты ни пел в течение концертов, что бы ты ни говорил, конец – это кульминация всего. Это с этой мелодией люди будут, может быть, засыпать, ехать домой, она будет крутиться у них на уме и так далее. И я раньше заканчивал свои концерты «Песни любит наш народ всякое говно». Мне казалось, что это хороший вариант, что это смешно, это постмодернизм, что вот прикольно, люди будут идти домой и напевать. Это интересно. Но в 2014 году я понял, жизнь в России, в общем-то, ухудшалась, я понял, что я больше не могу себе позволить так смеяться и так шутить. И во всяком случае, как я говорил, в России это уже было… Мне казалось, что это неправильно. И я написал совершенно другую песню, которой я после этого начал заканчивать свои концерты. И, пользуясь случаем, я еще раз вам отдельно хотел сказать, я впервые в жизнь приехал в Торонто. И я хочу сказать спасибо вам большое, что вы нашли время и пришли ко мне на концерты. Большое счастье! Солом мне птицей, ховером в речи, как журец и губерзи, как журец и губерзи, как журец. Большое вам всем спасибо за эту молитву. Счастья вам, любви и доброту всех. Любите друг друга, не обижайте друг друга. И пусть все в нашей жизни сложится у меня лучшего образа. Мира вам и всего самого доброго. Нет войнея. Здесь мы улыбаемся, Англопа. 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 Большое вам спасибо за внимание. Счастья, любви и добра мира. Пусть все будет у вас хорошо. Может быть, когда-нибудь мы с вами еще увидимся. Не знаю. Спасибо. 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 Спасибо.